Здравствуйте! Сегодня мы сделаем большой шаг вперёд и начнём делать предложения на норвежском языке. И мы начнём с самыми простыми предложениями. Предложения в настоящее время. И просто такие. Они состоятся от трёх частей. Итак, мы начнём с субъектом. Субъект. Потом глагол. Варьб. И потом объект. Объект. По-норвежски. И почти все предложения в норвежском языке следуют в этом порядке. Например, мы начнём с этим предложением. Яй-хэтэр-арбэ. Я называешь арбэ. Ну, меня зовут арбэ. Яй-хэтэр-арбэ. Здесь глагол. И глаголы в настоящее время, в норвежском языке, почти заканчиваются на э-ар. Э-ар. Это значит, ну, если вы видите глагол, который заканчивается так, вы знаете, что это глагол настоящего времени. И ещё один пример с наших слов. Ду ер-бэ-стэмур. Ты ест-бабушка. Например. Или можно сказать. Яй-эр-бэ-стэмур. Или шофёр. Например, то есть ты есть бабушка, я есть бабушка, я есть шофёр. Мы, конечно, в русском языке не говорим «есть», но всё равно «есть». Это слово всё равно «есть». Ещё пример, если мы говорим «эта бабушка», например, тогда мы говорим «дэ ар», «бестэмор», мы можем что-то другое, «дэ ар эмбиль». Я потом буду говорить о том, когда мы пишем в совершенном и когда мы пишем в несовершенном виде слова, но здесь несовершенный вид «эмбиль». «эта есть машина». Или можем говорить «дэ ар папа». «эта папа». Вот, здесь у нас пять примеров. И точно так же, когда мы сделаем вопросы, мы начнём сначала с вопросом, потом тот же самый глагол и потом объект. Или. Ну. Да. «Ва хеетер у?» Например, «Ва хеетер ду?» Опять не так. «Сто?» Назовая ца ти? Или. Как тебе спасибо? «Ва хеетер ду?» «Я хеетер арабем». «Вэм?» «Ар...» «Яй?» Например, «Кто я?» «Ты бабушка?» «Забыла?» «Вэм?» «Ар...» «Дю?» «Кто ты?» «Я бабушка?» «Я шофёр?» И так далее. «Ва...» «Ар...» «Дэ?» Видите, что здесь субъект меняется позициями. Вот, мы сделаем так, чтобы чуть более понятно. Вот. Вот, и так. «Ва ер де?» «Што ет?» «Де ер ен бил.» «Де ет маскин». Вот. На самом деле очень простой. И... «Вэм?» «Эр...» «Де?» «Кто ет?» «Кто ест ет?» «Ет ест папа». «Вэм ер де?» «Де ер папа». «Я предлагаю, что вы придумайте какие-нибудь предложения, с тех слов, которые у вас уже есть. Тренируйтесь. И если вы хотите, пробуйте мне отписать какие-нибудь вопросы. Я пытаюсь вам отвечать и на норвежском языке. Желаю вам удачи. До следующего раза.